Всем привет! И да, это мое первое видео в новой квартире. Я безмерно счастлива, что я уже начинаю входить в эту рутину съемок, потому что с этим переездом это кошмар-кошмар, вот честно. Это минимум огромный стресс. За моей спиной находится очень давняя моя мечта. Это такой вот белоснежный, блестящий комод. Не уверена, что я довольна вот этим вот фоном. Здесь мы будем еще что-нибудь придумывать интересное. Сегодня будет видео по типу «Собирайся со мной». Я подумала, что пора ответить на пару вопросов о переезде, о логике, о моих курсах макияжа и так далее. В это время мы будем с вами, конечно же, краситься. Я готовлюсь к съемкам еще нескольких видео, потому что да, я очень сильно вам задолжала. На самом деле, чтобы, например, выставить сегодня свет, подключить камеру, найти косметику, которой я буду краситься, потому что у меня сейчас все в разных местах и просто еще находятся в косметичках и сумках, я потратила около полутора часа. Это, скажем, мое пробное тестовое видео. Так вот, что касается переезда. Много от вас я получила сообщений вопросов и поводу того, в каком стиле у меня будет квартира, как вообще у нас прошел переезд, как его пережил Локи, как он вообще у нас поживает. На самом деле, я, наверное, изначально знала, что я хочу сделать. И практически все знакомые говорили нам, вот сначала посмотрите фотографии, потом сделайте что-нибудь подобное. У меня была какая-то своя, наверное, изначальная задумка. Я все время вспоминала о отпуске. У всех у нас раз в год, по крайней мере, происходит отпуск или каникулы. С чем это у нас может ассоциироваться? Конечно, некоторые из вас, в том числе и я, иногда отдыхаем где-то в селах у бабушек, на даче и так далее. Но еще мы иногда ездим на море. Там мы в основном живем в отелях. И я подумала, с каким дизайном у меня ассоциируется отпуск? Наверное, с каким-то отельным. Это какой-то простой стиль. Все очень просто, легко, непринужденно. То есть, никаких ярких цветов. Все так пастельно, нейтрально. Скажем, чтобы глаза отдыхали. Оказывается, он называется скандинавским стилем. Когда вот такой вот немножко угловатый минимализм. Мы выбрали один цвет, в котором мы хотели выдержать весь дизайн. Конечно же, как видите, это такой серовато-сиреневый. Но это в этой комнате. Вообще, у нас вся квартира серая. Скажу сразу, не всем это нравится. Например, нашим родителям не очень зашло. Я их понимаю. Они все-таки привыкли к стилю более цветочному, девчачьему, наверное. И вообще, одно время это напоминало какую-то борьбу. Потому что родители все время тянули к цветочкам, чему-то яркому. И мы такие, нет, нам только серая геометрия. И все. Это было сложно. Потому что, оказывается, легче купить стразы, цветочки, блесточки и так далее. Чем что-то качественное и однотонное. Ну, видимо, это спровоцировано спросом. Предвкушая вопрос о рум-туре, скажу сразу, что я еще не готова снять такое видео. Потому что квартира не готова. В общем-то, не только я. Кстати, для макияжа глаз беру вот такую вот палетку Wicked Dreams. Потому что это единственное, что я нашла, да, со своей косметикой. Еще у меня не разобрана косметика. Я накупила много всяких разделителей, стаканчиков для кисточек. Ну, конечно же, я это не буду делать без вас обязательно. Я знаю, что вы очень ждали этого видео. Я, кстати, тоже. И сегодня, я думаю, мы этим займемся. Что касается переезда. Как он прошел? Прошел, наверное, тяжело, чем легко. Потому что мы паковали, наверное, около трех дней вещи. Ну, такие основные. Это происходило в будни. То есть мы приходили после работы. И до часу ночи, каждый день, собирали часть вещей. Мы постоянно не высыпались. Вот. И, конечно же, на выходных мы уже готовы были переезжать. Вещей оказалось намного больше, чем мы думали. Много чего мы выбросили, пораздавали, подарили. Локи вообще перенес все отлично. Ему понравился очень сам процесс сбора вещей. Потому что эти коробочки, пакетики. Он как будто в раю был. Бегал, уставал так, что просто вырубался. Потом спал всю ночь. Пережал он свои переноски, которые мы ему заранее купили, подготовили. Думаю, ему даже понравилось. Во всяком случае, он ехал в машине очень спокойно. Не кричал. Он просто лежал. Смотрел в окно через решеточку. Когда мы приехали, конечно же, пустили его первым. Кто подписан на мой инстаграм, я думаю, увидели этот момент вживую, скажем так. Уже через пару минут он уже спокойно бегал. Мы очень боялись, как он будет ходить в туалет. Потому что, ну, стресс. И нас предупреждали хозяева, что при смене обстановки он может там ошибаться. Ну, вроде бы все обошлось. В целом, он сейчас ведет себя очень хорошо. Но он у нас очень активный котенок. Подцеплял у нас новые кровати когтями. Мы уже, конечно же, купили пленники, позастилали, чтобы он свободно бегал. Но все-таки он кот. Это надо понимать, что, конечно, ему надо пространство, ему надо активность. И мы особо не собираемся его как-то ущемлять. Ух, как я себе поставила. Пятнишка. Кстати, вот эта вот тушь Vivienne Sabo Cabaret, которая очень сильно испортилась. Ненавижу ее теперь. Она жидкая. Она мажет. Она долго сохнет и пачкает одежду. Особенно, когда утром ты спешишь одеваешься. Короче, кто знает хорошую тушь, советую тебе. Мне очень, кстати, понравилась вот Luxe Visage. Но она уже у меня закончилась. Что касается моих курсов макияжа. Это был онлайн-курс. Кто следит за мной, опять же, в Инстаграме, они знают, как это все происходило. Я даже постила кусочек видео об этом. Это был мастер-класс от Вики Моисеевой. Она же Ковка The Cat. Известный видеоблогер, визажист, звездный визажист, бровист. И можно так до бесконечности. В общем, три дня мы занимались по шесть часов в день. Это была такая онлайн-трансляция. Таким очень подробным макияжем. Где мы могли в чате задавать вопросы. Один макияж занимал около двух часов. Да. Я не знаю, как там модели выдерживали. Не говоря уже о Вике. Много чего интересного я узнала. Мало того, я записала какие-то трюки, которые используют визажисты. И буду вам о них рассказывать. Мы с вами будем их пробовать, тестировать. Действительно ли это работает. Я думаю, это будет интересно. В целом, я для себя поняла, что я не хочу быть визажистом. Потому что это работа с людьми. А я уже работаю с людьми. И знаю, насколько это сложно выматывает. И энергетически, и физически. Мне почему-то кажется, что я бледная в кадре. Нет? Я хочу постоянно добавить еще и еще румяна. Кстати, проходили мы там темы и натурального макияжа на светлой коже. И анти-эйдж макияж. Какие-то вау-эффекты. Бейкинг, кстати, да. Работа с проблемной кожей. В общем, как с вами скрывать. Акны, прыщики, бугристость кожи. Инстаграмный макияж очень красивый. Что мне не понравилось? Это, наверное, подбор цветов макияжа класс. Я все-таки не очень люблю темные макияжи. Или какие-то зеленые, золотистые. Но все это, конечно же, дело вкуса. В целом, я получила желаемый порыв вдохновения. Краситься, пробовать что-то новое. Узнала много таких нюансов, о которых я раньше не догадалась вообще. Я, наверное, накрашу кубы сейчас и к вам вернусь. Потому что неудобно. Кстати, это карандашик с Алиэкспресс. Кто помнит, у меня обзор был на эти помады. Я прям очень на них подсела. Это очень удобно и стойко. Почему-то мне начали нравиться нейтральный макияж глаз и яркие кубы. Мне кажется, это какой-то тренд. Или, может, нет. Ну что, я, наверное, пойду подкручу волосы плойкой. Потому что, ну, это кошмар и ужас, согласитесь. И начну снимать видео с пустыми баночками. Спасибо вам большое за внимание. И встретимся в следующих видео. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok